Всем хай танкеры! Злобин на связи! На ваших экранах 29 выпуск ПВП ветки! В этой рубрике лучшие турнирные игроки, скилл которых на пределе, за плечами не один десяток тысяч боев и процент побед находится выше фиолетовой отметки, сражаются один на один на танках разных веток с пятого по десятый уровень. Сегодня мы увидим сражение двух легендарных деревьев развития, о которых мечтает любой неокрепший танкист. Ведь это ПТ-САУ с крепкой броней, жестким ДПМом, а их венцы обладатели самого большого разового урона в игре. Ветка Як-ПЗЕ-100 против ветки Бабахи. Да, это прощальный выпуск с деревом развития ФВ-215Б-183 в таком виде, ведь уже в конце лета легендарную Бабаху выведут из ветки британских ПТ, и она станет коллекционным танком. Некоторые могут сказать, что такой выпуск ПВП-ветки уже выходил на моем канале, и они будут правы, но тогда были совершенно другие правила, другие игроки, и в целом рубрика была не такой, поэтому этот выпуск все равно актуален. Перед началом прожимайте свои пальцы вверх, мне будет приятно, если тут наберется 5000 лайков за первые сутки после выхода видео. Проведем Бабаху как следует танкеры. Подписывайтесь на мою телегу, где каждую неделю разыгрываются танки 10 уровня, и приступайте к просмотру. Несмотря на то, что легендарную ФВ-215Б-183 совсем скоро выведут из британского дерева развития, и уже осенью венцом будет другая ПТ-САУ, не стоит расстраиваться. Ведь это жизнь, она течет как река, старая заменяется новым, так было всегда. А знаете, где еще можно плыть и встретить обновления? Да, в мире кораблей. Ведь там вышло обновление 13.7, в котором вас ждет масштабное событие «Наше лето». Оно продлится всю версию и будет состоять из трех последовательно открывающихся глав по одной в неделю. Первую в продажу вернется первый гибридный эсминец 9 уровня «Халфорд» в освежающем камуфляже «Громовая птица». Его и контейнеры с премиум кораблями 7 и 8 уровней, а также контейнер с дублонами и премиум аккаунтом можно будет найти в случайном наборе. А что вас будет ждать в остальных двух неделях, узнаете сами, сюрпризов будет не меньше. Там и новый японский крейсер «Мика» 8 уровня, и новый суперлинкор «Мэн». Скачивайте «Мир кораблей» прямо сейчас по ссылке в описании и не забывайте о инвайт-коде «Суперстарт 2024», который дает всем новичкам премиум линкор 8 уровня и множество других бонусов аж на 16 тысяч рублей. Также в «Мир кораблей» доступна и новая реферальная программа. Приглашайте друзей по своей уникальной ссылке, одержите вместе 30 побед и получите линкор 10 уровня «Конквестадор». Так что контента море, берите товарищей, бороздите моря и заполучайте роскошные корабли себе в порт. Ну что, ребята, поехали смотреть первый бой. Британская ПТ АТ-2 против немецкой «Штук-3G». Обе машины не имеют баши, но зато у «Штуга» есть хорошая динамика, неплохая эльфа по сравнению с «АТ-2», а у британца суперкрутая круговая броня. «Штук-3» пробивает «АТ-2» только в комбашинку и то на голде. Благодаря этому «АТ-шечка» может, я думаю, здесь выиграть, посмотрите, насколько быстрый «Штук-3» сразу же влетает, ставит на каток, начинает крутить АТ-2 и сможет ли, кажется, сейчас будет первое пробитие от «Штуга», будет ли? Нет, благодаря хорошей круговой броне «АТ-2» вытанковывает и, кажется, «Штук» будет крутиться очень долго, поэтому я этот момент ускорю. А, этого недостаточно, извините. Все еще мало? Окей. Я не пойму, они весь бой собрались кататься, что ли? А, ладно, легче просто вырезать. Почти две минуты «Штук» не может найти ключи к этой броне, к этому «Монолиту», но, кажется, сейчас осмелел, наконец-то выехал, получил и выдал. Благодаря тому, что у него больше альфа, он в плюсе по размену, плюс еще «АТ-2» не попадает и все, началась жесткая перестрелка. Наконец-то мы видим ДПМ и мощь этих «ПТ-шек» и, кажется, «Штук» сейчас... Есть пробитие, «АТ-2» становится шотный, «Штук» на две тычки, сейчас ему нужно выцеливать, «АТ-2» выдает, и будет ли пробитие? Да, все-таки немец спустя три минуты боя выигрывает первую катку. Второй бой, британский «АТ-8» против немецкого «Як-ПЗ-4». Последний, обладатель самого сильного ДПМа на шестом уровне, плюс тут есть динамика. Посмотрим, поможет ли она ему, пока что «Як-ПЗ» уверенно начинает выцеливать и стабильненько выдает все свои пробития. Но вы посмотрите, «АТ-8» кританул, кританул двигатель «Як-ПЗ» за счет того, что там нет башни, он не может нормально выцелить люк и не пробивает, и «АТ-8» переворачивает бой, который он не мог выиграть. У него все хуже, но победа достается британским «ПТ-шкам». Третий бой, седьмой уровень, «АТ-7» против «Як-Пантеры». Но здесь-то немец должен забирать свое. Тут и броня, и динамика, и «Альфа», все есть. Вы посмотрите, он даже включил в «Альфрамовый сердечник», благодаря которым, если ему повезет, он сейчас просто «АТ-7» отправит за два выстрела в ангар. Есть «Альфа», «322» пройдет или нет, тем временем он сам становится почти шотным, но стреляет раньше и убивает на тоненького, но здесь «Як-Пантера» убивает. Счет становится 2-1. А вот и четвертый раунд, восьмые уровни. «АТ-15» против «Як-Пантеры-2». И здесь уже у британца самый высокий ДПМ на восьмом уровне. Посмотрим, сможет ли он его реализовать. Все-таки ПВП это не всегда просто. Видим уже, что «542» выдает «Як-Пантера» с первой тычки. АТ-15 начинает настигать и потихонечку реализовывать свой ДПМ. Успеет ли он его выдать весь? Но еще тычка на 500 просто благодаря «Альфрамовым сердечникам». АТ-15 сейчас отправится в ангар за три выстрела. «Як-Пантера, что ты делаешь?» Просто вырывает эту победу зубами, не оставив ни единого шанса. Заключительный пятый раунд перед финальным побоищем между «Ягой» и «Бабахой». «Тортоис» и «Ягдтигр». Кто же сильнее? Кажется, что «Яга», да, потому что «Альфу» он сейчас выдал знатную. Это даже было без сердечников. И посмотрим, здесь вроде бы просто по 500. Больно на это смотреть. Вы посмотрите, «Тортоис» реально отлетает как торт на день рождения. Очень быстро. Каждый кусочек по 500 «Альфы». И здесь ему только как-то нужно танковать, потому что «Яга» просто не чтит. Будет ли пробитие? Да, за четыре выстрела отправляется «Тортоис» в ангар. И это победа немецкой ветки безоговорочно. Сейчас я представлю вам игроков, которые будут играть на десятках. И после приступим к просмотру. Киберспортсмены, которые будут играть на FV215B183. Кабаненко – 30 тысяч боев, 83% побед. Виноград – 113 тысяч боев, 75% побед. И Альтушка – 53 тысячи боев, 77% побед. А теперь игроки, которые будут представлять немецкие Як-ПЗ Е100. Хирайс – 73 тысячи боев, 71% побед. Пен Ю – 3 тысячи боев, 75% побед. И Таверинг – 65 тысяч боев, 70% побед. Поехали смотреть финальный раунд. Бабаха против Яги. Мы сразу же видим, что у Бабахи есть проблемы, потому что рубка Яги красная. И он фейлит, не пробивает. В то время как Яга идеально закидывает тычку. И если подрубить на следующие вольфрамовые сердечники, то при должном везении можно отправить Бабаху за две тычки. Последний раз я записывал такой забив 3 года назад. И тогда, я вам напомню, ребята, у нас одна Бабаха пыпнула сразу троих Як. Такое было впервые в истории. И, не знаю, повторится ли сейчас, пока что у Кабаненко все не очень хорошо складывается. Плюс сейчас мы видим, что Хирайс выдает еще одну тычку. И все, здесь Кабаненко становится шотным. Хорошо, что альфа не прошла. И он поехал. Поехал выдавать хотя бы одну. Какую-нибудь шальную в люк закидывает на 1300. Хорошо. Хорошо, он умер не в ноль, тем самым уже помог своей команде. Но Хирайс его отправляет в ангар. И тут выезжает Виноград. Фуловенький против шотного Хирайза. Но в любом случае надо забирать хэшом. Потому что ББшкой может альфа не пройти. Посмотрим, что будет делать вообще Виноград. Будет давать ББшку или хэш? Видим, что он зарядил фугас. Целеклюк и забирает. Молодец. Но Хирайс тоже красава закинул на последнем тайминге тычку. Тем самым оставив Винограда двухшотным. И тут выезжает Пен Ю на фуловой Яге. Шотного, шотную Ягу. И сейчас ему нужно как-то пыпнуть Панацея. Несмотря на то, что у него меньше хпшек. Но у него есть хэш фугас. И если которыми... Очень хорошо! Что? Как они закидывают в люк еще 1300? Да, Панацея Пен Ю успел выдать тычку. Но Виноград сразу же разворачивается благодаря башне. И благодаря более сильной динамика. Кажется, будет сейчас уезжать. Успеет ли Панацея забрать? Кажется, там нет. Не сейвится никак Виноград. И Панацея делает этот килл. Все, выезжает последняя альтушка. Он фуловый. 10 секунд после выезда нельзя стрелять. Все ребята об этом знают. И сейчас, что он будет делать? ББшкой. ББшкой не пробивается. Будет пытаться забрать хэшом. Но нет. С поджогом. Да, прокнуло. Но альфа не прошла. И сейчас у альтушки есть проблемы. Он принял уже тычку от Панацеи. Скорее всего, он его заберет. Но проблема даже не в Панацеи. Извиняюсь, Пен Ю. А в том, что его ждет еще одна фуловая Яга. С которой справится. Сейчас будет очень сложно, если он, да, принимает еще одну. И все. 177 хп остается у Бабахи. И неужели такой вот прощальный выпуск будет, что даже Бабаха... Ладно, ее ветка проиграла полностью. Но даже Бабаха проиграет Ягид. Выехал Таверинг. Фуловый. Будет ли сейчас... Нет, не видим. Мы видим, что альтушка не теряет надежды. Смотрите, сейвится за Фонтаном. И кажется, кажется, он хочет выиграть. Отыгрывает сразу же и от трупа Пен Ю, и от Фонтана. И у Таверинга за счет того, что у него нет башни, есть проблемы. Но какие проблемы могут быть? 177 хп. Там фугасом рядышком. Плют не попадает. Таверинг. Альтушка, будет ли ответный выстрел? Смотрим. Целит в хэшо. Выдает, но нет. Пробитие. Да, кританул заряжающего, но он его сейчас починит. И в целом, жалко, жалко, не залетело. Если бы сейчас был выстрел на фулл пробитие, то против Шотного уже было бы хотя бы на равных условиях. Но альтушки все еще догонять и догонять Таверинга по хп. Видим, что немец не торопится, потому что он понимает на самом деле, что если он поедет просто сломя голову вперед, альтушка за счет того, что у него есть башни, просто-напросто разведет как метадор быка. И все. И вокруг Яги, вокруг Фонтана будет крутиться. И немец здесь никак не догонит британца. Поэтому мы видим с вами чуть-чуть затяжной бой, который, казалось бы, да, 177 хп против улова Яги. Нет абсолютно шансов никаких у британцев. Но не сдается альтушка из клана Зомби и потихонечку старается как-то здесь размансить. Таверинг вот вроде бы там есть микросекунды, когда он может закинуть фугас. Но то ли он не успевает их словить, то ли не может просто понять этого. Но пока что очень хорошо сейвится альтушка и просто-напросто не видно. Подставляется под хэш 600. А вот теперь таверинг стал шотным для хэша. Правда, нужно выдать проявить. И если бы альфа чуть повыше прошла, хотя бы на 100 хп, можно было бы давать ББшку и надеяться, что она пройдет. Но 1005 с ББшки, ну, практически точно не пролетит. Это нужно, чтобы выше среднего летело. Но пока что еще! Еще хэш фугасом выдает скоток. И все. И таверинг уже шотный. Как, как это сделала тушка? Вы посмотрите. 600 хп. То есть это даже хэшом в теории, если хорошо попасть, осколки разлетятся. И там просто танк улетит. Главное, опять же, хорошо попасть куда-то под рубку, но не в маску. Посмотрим, что будет делать альтушка. Но опять же, не забывайте, что у него есть башня. И в данном случае таверинг не попадает. Да ладно, это камбэк. Выезжает альтушка. Будет сейчас просто выдавать хэшом, убивать. Но нет, альфа не проходит. Вы посмотрите, он попал в краешек башни, а не в рубку. Если бы он чуть-чуть правее дал, то он бы затащил просто и сделал нереальный камбэк. Но здесь таверинг все-таки побеждает. Что это? Это просто, это был бы легендарный камбэк. Но нет, к сожалению. К сожалению, для тех, кто болеет за бабаху, это поражение практически полное. Ветка бабахи смогла залутать себе только один балл. Я вам напомню, что в первой серии у Минас одна бабаха, одна FV215B183 пыпнула сразу троих Яг. Здесь же, конечно, все было тяжелее, но с того времени прошло 3 года. Танки сильно изменились. Игроки у меня играют другие. Поэтому вот так, ребята, Яга здесь выиграла. К сожалению, хорошего прощания с бабахой не получилось. Но оно может получиться, если вы прожмете 5000 лайков. Как минимум мне под этим видео будет очень приятно. Давайте проведем бабаху с честью. Теперь венцом у британских ПТ-шек будет другой танчик. И с ним обязательно будет видос. Если вы напишите об этом в комментарии. Если вы дадите мне знать, что вы это хотите. А на этом у меня все. Большое вам спасибо за просмотры, за комментарии, за лайки. Увидимся в следующих видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok